В Лицком историко-художественном музее хатынской трагедии приурочили час памяти «Хатынь, память и боль». На мероприятие были приглашены помощник прокурора Лицкого района Александр Стальбовский, протоиерей, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в лиде Ростислав Соловьев и учащийся 16-й Лицкой школы. Научные сотрудники музея восстановили хронологию событий марта 1943 года и рассказали о сёстрах Хатынии, белорусских деревнях, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Больше вёсок было снижено, по куртке ранней была такая лишь бы 9 тысяч 200, то есть, во-первых, это лишь бы коля 10 с половиной тысяч вёсок. А у Гродницкого области в угле ранней последние даты были 311 вёсок, а теперь мы считаем, что это 343 вёсок. И ранее в Лицком районе мы больше ведали про вёску лесники, то сегодня эта информация дополняется ещё и 12 вёсками наших районов. Сегодня мы послухаем вспоминные святки, которые упомнят про те подеи в этой же хору, вёски, лесники, которая была снижена в 6-м жюне 1942 года. Виды ролики записаны вспоминные живых святков. Так само мы сегодня зачитаем вспоминные же хору вёске новосёлки, спаленных в 1944 году, когда немецко-фашистские захопники покидали нашу территорию. Сегодня мы вспомним и почуем той боли и те переживания, которые выпали на долю белорусского народа, чтобы те подеи жудостные больше никогда не открывались на нашей земле, чтобы заховать память про тех людей, которые могли бы створать свои семьи. Их могли бы будовать свою жизнь, алина жаль. Война и вот это знижение припинила их мары. Поэтому сегодня у Торгова раз мы отдаем данину поваги и памяти. И как будущее поколение наше, которое сегодня происходит, и на мероприемстве не взведало таких жудостных потей, и как память заховать для инших поколений. Расследование геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны продолжается и сегодня. Об этом присутствующим на мероприятии рассказал помощник прокурора Лицкого района Александр Стальбовский. Он подчеркнул, что количество жестоко уничтоженных деревень, а вместе с ними и людей, гораздо больше, нежели нам известно сегодня. Прокурора района в настоящее время обладает данными то, что 13 деревень на территории Лицкого района были родители судьбы ухатыни. Но мы предполагаем, что данное количество не является исчерпывающим, потому что колонное дело о геноцизме белорусского народа в настоящее время все еще следует и проводится допрос свидетелей, в том числе и на территории нашего района, так и на других районах, которые могут обладать данные в ходе года на дело, в том числе и на территории нашего района. Данная тема будет всегда актуальной, потому что более 5 тысяч деревень разделили на территории республики судьбу ухатыни. И опять же, это ее число не является исчерпывающим. И мы никогда, наверное, не сможем правиться до конца, поскольку это большой шрам, но всегда останется в истории нашей страны.